Гонка вакцин. Первые партии вакцины КовиВак направлены в российские регионы. Детский садик выплатил компенсацию за перелом ноги ребенка. Городская администрация обещала выделить деньги на ремонт лестниц. Эти и другие новости далее. Эфир продолжит рубрика короткой строкой. Первые партии новой вакцины от коронавируса КовиВак были направлены в регионы России. Когда препарат поступит в Кировскую область, пока что неизвестно, но скорее всего в этом месяце. Напомним, что в трех регионах России, в том числе в Кировской области, проходило испытание данной вакцины, разработанной центром имени Чумакова. Испытуемыми стали 70 жителей города. Суд взыскал с детского сада компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу родителей ребенка. В ходе проверки детского сада прокуратурой были выявлены на нарушение по безопасности детей. Напомним, что 4-летний мальчик в августе 2020 года во время прогулки в садике сломал ногу. Лечение длилось долго, мальчик не мог ходить в сад и общаться со сверстниками. В этом году городская администрация пообещала выделить средства на ремонт поврежденных лестниц на улицах Кирова. Напомним, что активисты Народного фронта с помощью кировчан собрали базу данных опасных лестниц. В ней 17 объектов. В мэрии не сообщили, будут ли отремонтированы все лестницы, но работы должны начаться уже в этом году. Сестра Максима Гришина исполнила и записала в поддержку младшего брата трогательную музыкальную композицию. Напомним, что у Максима редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Оно прогрессирует с каждым днем. Отсутствие лечения может привести к трагическим последствиям. Избавиться от болезни поможет только препарат Золгинсма, стоимость которого составляет 165 миллионов рублей. Узнать, как помочь семье Гришинах, вы можете по ссылке, ее вы видите на экране.